У Могилёвской области працуют 8 домов с уместного сезонного знаходжения. Притулок у них знаходят люди, что застались одинокими, и яким складано самостоянно себе обслуговывать. В Круглянском доме сезонного знаходжения побывала и наша сдымочная группа и познайомилась с его жихарами. Сваром, всё аккуратненько, посуду перемыем, как аккуратно было, всё. Анатолий скажет, протерти, я говорю, ладно, чистенько всё равно протирает. Радок постоянно поддерживает. Перезимовали, дружно отказываются об одважах Круглянского дома сезонного знаходжения. Открылся дом зусимня Дауна, так что это первые его насильники. Машина, знаете, неплохо так передвигаться. С ростом попробовал, вот он, он ещё брал, плохо. Не пробежали, это, передвигаешь легче. А так же могу и упасть, у меня спина, злоношники, ноя болят. Вот так я, короче, по хатах девков попрошу, где что, жил-жил. Это, короче, по правде вам скажу, восьмой дом. Вот это то, что меня забрали. За зимовку мужчины пособравали. Не глядяши на проблемы со здоровьем, допомагаете один одному. Кажуть, сошлись охарактерами. Пять лет назад умерла жена. Ну, остался один. Один переболел инсультом. После инсульта влияло на ногу и на руку налево. Но одному тяжело. Принести тоже воды и дрова. У зимку бавят час за телевизором и книгами. У доброй надворья додается невеликий мацион до крамы. Дом различны на шатыры человеки. Женочий покой, поколь пустуя. Основная проблема старости – это одиночество. У нас в районе очень много проживает людей, одиноких, одинокопроживающих, которым необходима помощь. Они сталкиваются с рядом социальных, экономических, психологических проблем, которые не в состоянии разрешить самостоятельно. Дом дает жаданую пиродышку в боротьбе с неохотами. А там, глядишь, и силы, и планы на будущую изъявятся. Такие дома не уякое, поравнание с интернатом не еде, говорит я, гоже хары. Тут сам собе господар и отказность есть, и допомога, и планы на дальнейшее житё. Татьяна Дмитриева, Юрий Алласов, Новины региона.